Здравствуйте, дорогие друзья! Хотел сначала сделать длинный выпуск про хилаты, потом думаю, к хренам вообще эти хилаты, всё просто. Чё тут говорить на самом деле? Ну, смотрите, для обывателя что важно понимать? Жили-были наши, соответственно, простые какие-то витамины, да? Допустим, витамин С в виде аскорбата, там железо жило в виде трёхвалентных, двухвалентных форм. И там все мы думали, как вот их так соединить между собой, одно другое пропить, чтобы одно другому помогло усвоиться. И кто-то когда-то догадался, в общем, внедрить в молекулу уже конкретных витаминов, какие-либо аминокислоты. И, ну, не будем говорить, там микроэлементы иногда соединяются. Короче, смысл в чём? Просто берётся какая-то, так скажем, вот у нас есть какая-то аминокислота, допустим, галицинат, галицин банальный, все его вы, скорее всего, пили когда-либо. И, соответственно, туда, в эту машинку кладётся, соответственно, у нас само, ну, к примеру, железо, да? И она такая везёт туда, то есть таким образом в организм, да, везёт. Таким образом мы можем как бы транспортировать быстрее, оно уже может даже в желудке начать всасываться, и галицинат его туда отправляет. И нам не нужна доставка до кишечника, нам не нужны особые условия, поел, не поел человек, ну, такие вот глобальные. То есть это облегчает всё усвоение тех или иных микроэлементов или витаминов. То есть сейчас в форме хилата много-много разных вещей. То есть это определённым образом уже соединяет несколько веществ. То есть базисный, то есть для обывателя, что важно понимать, есть базисная молекула, да, там, витамина С. Её по-всякому облепляют разными плюшками, чтобы она, соответственно, по назначению попала. Если мы этого не сделаем, в тех или иных случаях наш витамин С, он просто не будет транспортироваться, да, до, соответственно, цели. То есть у нас не, ну, в некоторых случаях может, ну, железо не усваивается, очень часто железо не усваивается. Я думаю, среди вас, вот, напишите в комментариях, у кого болел живот от, соответственно, классического вот этого вот железа, двухвалентного, трехвалентного. То есть, понимаете, всякие разные вот эти неприятные вещи хилат обходят. Но в чём фишка? Многие врачи и, как бы, сейчас фан-компании в России, не все могут производить хилат далеко. И российские фармкомпании, они достаточно агрессивно, да, соответственно, настроены, они по-всякому лоббируют, да, того, чтобы не завозились западные хилатные формы, потому что, ну, врачи, да и пациенты тогда совсем на это перейдут, да, то есть, потому что хилатные формы, конечно, ну, то есть, они настолько большая разница, что люди начинают даже витамины группы В, некоторые говорят, ну, мы прям чувствуем, или там реально роняют иногда сахар, хотя вот эти вот даже инъекционные местного разлива, ну, не всегда показывают такой результат. И, конечно же, как бы хилат вытеснит рано или поздно это, но стараются лоббировать фармкомпании, те, кто не может производить хилат, стараются лоббировать, как-то откусывать этот кусок у рынка, из-за этого, ну, соответственно, некоторые врачи как бы встают на сторону классических вот этих вот форм нехилатных, ну, так или иначе, да, просто там фармкомпания, в основном люди думают, что врачам платят, но на самом деле нет, зачастую врачам не платят, но нас бесплатно дополнительно учат, и, конечно, если фармкомпания, которая как бы где-то учит врача, где-то его что-то, ему как-то помогает, лоббирует свои какие-то интересы, врач может поверить в то, что вот, ну, как бы стандартный, а с карпат кальция, он лучше, чем лепосомальный. Не встречались такие, да, случаи. Вот, и это вопрос еще мнений. Многие врачи меня вообще оплюют и скажут, Сергей, ваш хилат совершенно еще вот не опробирован, не доказан, ну, и вообще молодой еще тут говорить что-то. Поэтому, соответственно, дорогие друзья, здесь вопрос на самом деле еще как бы открыт, в том плане, что, ну, не все убедились в этом. Но я всегда говорю, что есть анализы, и мой клинический опыт, и опыт огромнейшей коллег, привитивной медицины, врачей различных, говорит о том, что хилатные формы действительно лучше. Так что я желаю вам использовать хилатные формы витаминов, быть всегда здоровыми. Если у вас возникли вопросы, вы можете зайти ко мне в Инстаграм, ознакомиться там с видео, которыми нет на Ютубе, кстати говоря, а также заказать у меня онлайн-консультацию, записаться на нее. И вы будете здоровы, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok